Я взяла, раз себе ноги остригла и все. Я говорю, что ты имеешь право, это уже мои потокарточки-то. Ну у меня не разородился, она у меня по одной плачке будет ходить. Почему? Сегодня не есть, сегодня пост. Она знает. И я молитвой ее давлю. Она что-то готовит здесь. Я сажусь, она на стол подала, я ей охота что-то там сказать. Ну, бурчать начинает. Для меня это отравленная пища. Я ложку положил в угол, Богородица, Дева, радуйся, пою. А вернусь, она рядом стоит, молится. Она молитвой все сшибает. Сел за стол, она утихла, маленько погоня, Надежда Васильевна. И опять заскорбела. Я опять положил ложку и пошел опять молиться. Раза три, теперь на работу и тебя не поел, и тебе теперь печально. Она сготовила, я не буду, твоя пища, ты делала, да, злобилась тут. Она живот прожигает. Ну, вон что. Поняла? Ага, вы сейчас есть будете? Да, именно так. Вот, матушка, просьба моя к тебе. Сейчас мы поедим, мы тебя возьмем в машину. Один из нас останется здесь с Женей. Сидим на кладбище. Согласись? Я хочу, мне трястись не могу. Я не понял. Она трястись не может. А не надо трястись? Да трястись не надо. Трястись. 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 А, трястись. Все, тогда остаешься. Вы Женю-то отпустите с нами? Да, да. А нам могилу знаешь ее? Могилу-то знаю. Все, больше не надо ничего. А, трястись нельзя. Все, все. Снято. Спаси Христос. Мы оттуда вернемся и даже заходить не будем. Только берем Сергея, он с собакой остается, и мы уходим. Я вот с ней сегодня много поговорил. Ну, я всем доволен. А чем я недоволен, я сказал. Я недоволен чем-то был. Сказать слух? Хватит. Скажите, конечно, что у меня нет шторок. Шторки должны быть вот тут плотные, и они должны намного дальше заходить. На уровне этого, где верхняя перекладина. А вторая шторка на полное окно. Чтоб с улицы никто вас не видел. Это не просто опасно, а смертельно опасно. Люди, которые высматривали, а так, молодая девчонка, они все это видят. А видно когда? Днем не видно. А когда свет включает, там на экране. Это единственное, что мне очень не понравилось. Я вчера покрутился, покрутился, ну ладно, здесь задернули. А если на свет бы включила, а шторки нет, я в комнате не буду стоять. Я наклонюсь, чтобы меня не видно было, и ползком выйду на улицу. И она, главное, согласилась. Я говорю, да ты не старообрядка, что-то соглашаешься, за стол приглашаешь людей, которые не твоего как бы вероисповедания. Да тебя за это еще гнобят, тут будут священники-старообрядки. Ну если бы мы, вот я думал так, сейчас мы Вале позвонили, там СМС бросили письмо, а она, ну, Петя дома скажет, еще, еще не кальян тут встречать. Я говорю, мы машину поставим около окон, он выйдет на улицу, уходите с моей территории. Я так, ну, как Федя. Мы бы на улице там машину поставили на ту сторону, и здесь бы ночевали под окнами. Все это засняли. А потом бы показали руководство, епископа, митрополиту, там, кормили. Вот, смотрите. Вот чего бы приняли людей. А эти нормальные люди были. Но, находясь у вас в церкви, они сделались как демоны злобные. А написано, странника, приветил, накормил. Ты принял пророка во имя пророка. И подал чашу холодной воды. Ты дома сидишь, ты получишь награду полную, как пророка. Это нам Евангелие говорит. Но получилась не так. Валя говорит, все готово, дом большой, вас ждите. Я говорю, еще раз переспроси. Она, все хорошо, поезжайте. Она, мало того, баню приготовила. Ну, мы смыли себя, все дорогу едешь, пыли, там, ремонтируешь. Мы очень довольны. И это засняли. Володя все это увидит. Представляешь, живая мама. Как мы с ней говорили. Может, у тебя наказ какой будет для Володи, для детей? Ну, да, что у них, все нормально, все. То есть, они все слышали, все знают? Да, конечно. Вам уже сколько лет? Восемьдесят девять. Восемьдесят девять. Ты на шестнадцать лет старше меня. На шестнадцать лет. Вот. Дай Бог вам дожить еще больше. А? Дай Бог, что он еще дожить вам больше. Спасибо, Христос. Я хотел спросить, Александр Иванович, в этом доме и умер. Да. А из-за чего у него было, когда он был, вот, парализация у него произошла? Какую-то трубу что-то тянули? Нет. Видите как? Вот во дворе, вот сейчас баня, там это... Бурили шкважей. Да, да. Мы не бурили, бурили это там, видите, а это копали. Копали. Ага. Ну, колодец. И вот, Виталия, это, ну, вначале воды было мало, потом все, это, там, затягивать, затягивать, затягивать. Ну, Александр говорит, давайте почистим, ребята. И вот, Виталия был там в колодце, а отец вытягивал. Коловоротом. Да. Ага. А Петя таскал. Вы, это, таскал в сторону. Ну, и вот в том вечером все так хорошо, было нормально, помолились, и были спать. А утром я рано слышу, что такие шаги какие-то, знаете, как пьяный человек ходит. Подошла к нему, он в маленькой комнате жил, спал. Я говорю, что с тобой? Да, говорит, у меня что-то рука онемела, и вот весь бок онемел. Я говорю, надо вызвать скорую. Да нет, не надо, как раз 8 марта было. Сейчас они там празднуют, все. Я говорю, нет, надо вызвать. Настоял, не надо, я отрежусь, и все. И вот в 12 часов, слышишь, я вышла, а потом захожу, что какой-то храп какой-то. Подхожу, а он уже, это, его пролетовало. Вот. Ну, вызвали скорую. Значит, все. Это от натуги, наверное. От натуги, да. Ну, что, я помню, когда были здесь, то он лево и хвою крестился, и у него здесь выбито было дырочки и зашили. Он выдолбил в костюме. Он, ладно, молился все время-то. Ну, я не знаю, конечно, это мое личное, как говорят, может быть, субъективное мнение, но мне кажется, что Александр Иванович в раю. Это был человек глубочайшей веры, любви. Я все вспоминаю, как он меня привел первый раз к себе в дом. И прописать надо мне было, я же приезжий был. И он сразу показывает мне, ты будешь жить у меня. Я говорю, а где спать? Он на свою кровать. А кто, я говорю, спит на ней? Я. А ты где? Ну, я рядом буду, возле постели. Понимаете? Такая семья, 10 детей. И где бы еще не собирали деньги кому-то помочь, он везде всегда был участник первый. За 60 километров из Китима, это только до города, там еще пересадку делать. И чтобы он там пропустил без нужды, вообще этого никто не знает. Он молитвенник был большой. Да, он так и говорил, Господи, хоть бы мне до конца жизни молиться можно было. А вы знаете, что у меня есть записи его голоса, как мы беседуем? Нет. Нет, это у меня есть все. И кажется, они у меня выставлены в интернете. Так, мы за стол садимся. Садимся. Так, молимся. Видите, как чудо Господь устроил. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Вот Александр Иванович, я говорю, ехал с Лешей. Александр Иванович, Александр Рустинов говорит, мне детей позвать во время беседы? Я думаю, если можно, пусть бы они тут побыли. Нас не пускают к Евангелию, к Библию, потому что мы лжем на каждом шагу. Это он говорит. А с пленки. Сейчас должен быть период траура, печали. Я не столь жалею о гибели плоти, сколько жалею и плачу о гибели души. Ведь в таком состоянии и оборвать жизнь, в каком состоянии духовном он находился, это вообще гибель. Гибель. Священнику послали узнать, как быть. Отвечает оттуда. Молитесь. Все то, что положено. Ну, как думают? А слушайте священника. Лучше бы, я думаю, не посылал его. Поступил бы по своей воле. Нельзя. Значит, а слушайте, не позволяет сердце. Ну, как мы говорим, со святыми у покоя Христи души у раба своего. Со святыми. Ведь это же для святых. Считал здесь канон Андрея Федотович. Был 9 дней. Я не могу от слез держаться. Когда дошел до этого места, всю жизнь поработал тебе. Написано. Остановился и говорю, увы. Нет этого. Надо считать, а Миша эти слова нет о том. Хоть в каноне это и написано, увы. Но Миша не провел всю жизнь в Боге. Сейчас мы должны находиться в печали, в сетоне. Траура у нас. В понедельник меня дома не было. Я на даче работал. Там и заночевал. Они тут. Федька, Ленька. Учинили драку около остановки. Каких-то двоих пьяных побили. Да сильно вроде побили. Те пообещали не оставить так, отомстить. Я говорю, что вы делаете? Наше ли дело? Наша ли идеология обижать других? Когда мы должны быть всеми обижаемыми, сами и терпеть этих... Это угодно перед Господом. Я им сказал, не пройдет вам это так, не пройдет. За каждое праздное слово Господь сказал, дадите ответ. Чем мерите, тем вам будут отмериться. Вот чем вам будет отмериваться. Подумайте. Игнатий Латкин. Я отвечаю. Вот вы, примерно, хотя бы последнюю неделю коротко объясните, какое поведение было у Миши? Как случилось? В какой день? Что вам известно? Точно только Александр Устинов отвечает. Как в последнюю неделю, так и в предыдущую. Все недели были только в том, что друзья выпить и искать, с кем подраться. Как я могу опровергать, когда родной отец говорит о сыне? Это с пленки взято. А тут, да запятой, прямо искал, потому что он служил в десантных войсках. Там учили дракам, самбо, карате. Это мы их учили. И вот он теперь решил приехать и все это на практике применять. Сразу приезд его, чем ознаменовался? Напился, повыбил все стекла у соседей через три дома. Не надо придумывать еще. Это отец говорит. Я говорю, а за что? Не знаю, не могу сказать. Я спрашиваю. А вы знаете, ребята, мы недолго будем здесь. И мне так хочется всех вас видеть. Это я к ребятам говорю. Очень соскучился о вас. Это Леня? Иди сюда, Леня. Побудь немножко. У Александра Ивановича восемь сыновей и две дочери. Александр Иванович Устинов говорит, где там Федя и где Петя? Я говорю, ты думаешь, из-за чего это было? Леня Устинов, родной брат Миша говорит. Ну там вот что. Там у него знакомая девушка была, ихняя дочь. Александр Иванович Устинов. Когда он приехал, ну вроде пошел к ней. А я говорю, Миша Аня, слушай, жениться надо искать, чтобы она была религиозная. Не надо нам засорять вот так. Сестра наша Аня, значит, вышла как попала. Ольга, вторая сестра, как попала. А потом их довершай. А они как были безбожники, так и останутся. А я не хочу, чтобы так. Понятно? И так по порядку. Все, вся пленка здесь. Интересно? Это любому. Это все на форуме. Только он родился не в апреле месяце, а в августе месяце. Не знаю, это данные мне такие дали. Кто? Ну папа родился. Я когда памятник делала, у него 10 августа рождения. Не знаю, это дети сказали, дети прислали. А у него просто он себе придумал 22 апреля. Ну, может быть, так. Ну, дело, потому что дети прислали эти данные. А, кстати, в августе тоже есть Александр. А вот теперь сейчас я посмотрю, где-то... Сейчас, может быть, даже здесь есть. Ну, это не словно. Это сейчас. Но в паспорте, да. Ну, он говорили, что он весной, поэтому он... А почему в паспорте написано? В августе день рождения? Нет, нет. Это вот все наша беседа идет. Смотри, сколько. Это все беседа идет. Вот. Это вот сколько идет, это считать. Это все наша беседа. Вот ваша фотография. Это уже она прямо в тексте. У меня другой не было. Устинов Александр Иванович, истинный герой веры Христовой. Продолжение 5. А стихи есть у вас его? Так. Теперь дальше вопрос. Даю несколько выписок из книг, где упоминается об Александре Устинове. Вот где. У знакомой женщины 6 дней назад пропал сын, 20 лет. Она в церкви ставила свечку за упокой, как ее научили. Но свечка все время гасла. Что это? Суеверие или что-то в этом есть? Какие молитвы ей считать? Она не одеется, что он еще жив. Я отвечаю. Вот обычное состояние неподготовленной души. Ян Златоуст говорит, что страдание от наступающего увеличивается от того, что человек неподготовлен был к этому событию, к несчастью. Вот еще один случай, когда видно, что намного выгоннее быть в жизни пессимистом. И дальше все понимаю. С Александром Ивановичем было. Видите как? Вопрос. И дальше вот я кручу, это все ответ идет. Все ответ, ответ. Да еще не последняя страница. Вот только я посмотрю, какое посещение сегодня. Сколько человек зашло на форум. Так, вчера было 94, 92, сегодня 87, на 3 человека сегодня больше. Или сколько тут? 13, чем вчера, сегодня больше еще. Роботы посещали вчера 171 раз, 176. Что за роботы? Это роботы, роботы заходят, и материалы разбирают, и там разносят по везде. Ну так сделано. Это вот наш форум. Так здесь материалы сколько? Допустим, вас интересует ИНН. Ну, к примеру сказать. Вот, сейчас посмотрю. Вот посмотри. Роботы, это когда определенную тему кто-то пускает и ищет. Ну-ка, иди, заряди слово. Где она есть, он оттуда уже убирает робот. Общий поиск. Брать. Сереже, пожалуйста, сделай. Сережа, ИНН, поставь. ИНН, вот сюда, три буквы. Па. Все, ты ткнул, что-то задел в другую. Верни назад. Спать-то охота. Подожди-ка. Нет, не то. Ты режешь, куда горнул его. Аня, у вас есть кипяточек? Есть, сейчас не делаем. Утром так бронхи болели, я, видимо, постудил. Может, все это сделать? Ну, не надо, просто кипяточек. Ну, тогда, тебе не надо. Общий поиск. Три буквы. Заряди. А может, у пирогов поедите с чаем? Нет, напиши пяточку. Пирогов с чаем поедите? Утром, утром. А, ИНН, Дихонович? Что? Пирогов с чаем будете? Никак. Мы сейчас только помолимся. Николай, где? Уже лег, наверное? Все, он ушел. Все, все, спит. Мы сейчас помолимся. Вот, смотрите. Где? Человек попал в секту. Не одиночество. А где он успеет? Я могу кровать поставить. Вот сколько мест. Все про ИНН. Пожалуйста. Так, все, я отхожу. Кокон. Если по календарю, то, значит, по календарю. А даже в малом мы самохотением своим пытаемся что-то выбрать. А я и сказала, я хотела, чтобы она была... А так и получилось? Ну да. Оказывается, 6 января одна Евгения мученица. А. Одна, я готова. Там и была. Да? Ну, это другой вопрос. А я прочитала мученик. Почему я мученик прочитала? Не знаю. Я вот 28-го поставил. 10-го июня там. Только Игнатий Ростовский еще дотворец. Я еще не знал, что там Ростовский какой-то. Ну, так Бог дал. Вот умер между мной и старшим. Назвал вот ДИ. Три буквы ДИ. Вот у бабушки сегодня День Ангела. У меня вчера было День Ангела. Вот мы зашли. Там были залезы старобрядцы. Сторож вышел. 26-го тебе? Сторож Випул. А как у Евграфович, что ли? Старобрядческую церковь заходили, а там сторож вышел. Его звать Викул, кажется, Евграфович. Да где ты найдешь сегодня Викула и Евграфовича? А раньше, ты знаешь, был правительство Ворошилова. Климент Ефремович. Ну, где Клименты сегодня? Где Ефремович? Так это в правительстве. Это друзья Сталина. А Сталин и Осип Вестарионович. Ну, Иосифа найдешь. А Вестарионович? Только еретик Вестарионов тут где-то под Красноярском. А вы не знаете его? Нет, не знаю. Это антихрист. Он бывший милиционер. А сейчас стал Богом? Да не стал. Он стал извергом рода человеческого. Он губитель душ Аполеон. Скольких людей погубил Сатана? Людям не раздушает ничего. Он не знает совершенно. Там волосы отпустил. Ну, Сатана просто. Он сам написал Библию свою. Про него у меня написано здесь есть. Можете встретить. И всякие. Многие придут под именем моим Господь, говорит. Многие придут. И будут говорить. Я. Но не ходите, не ищите, не гоняйтесь. И как видно, говорят, молнии от востока и от запада, так пришествие Сына Человеческого. Не в Канастоярской тайге, а с неба явится. То есть он полностью во всем антихрист. У него ни одного шага, ни одного действия, ни одного слова нет божественного. Просто Сатана в образе человеческого. Поговорили бы с ним. Поговорили бы с ним. Ну, а как? К нему специально ехать. Я о нем очень многое считал. И на форуме много материала у меня в нем стоит. Мне нет никакой нужды говорить. Там находились люди, уже говорили. Может быть, я бы и повлиял, но он не рядом. У меня были такие. Виссариона. Виссарион, знаешь? В Курагина он здесь. Я в человеческом образе. Тебя Богом возомнил. Да. Сам все ест и мясо, и сало. А они одну траву едят с горохом, с этим. Сейчас вот разрешил маленько молоко. Я ничего не беру, только одно, что признаете ли вы Христа за истинного Бога, пришедшего во плоти, искупившего в рост человеческой крови у Голгофского креста? Нет, Сатана. Все. Антихрист все примет. Антихрист, обратитесь к староградцам. Скажите, что вам нужно, чтобы вы меня приняли? Ну, что нам нужно? Чтобы храмы давали строить, чтобы иконы старинные были, книги. Все я это сделаю. У меня археологический музей для вас. Там православное, что папа, что нужно? Ну, чтобы у нас было папа, там, ну, все. Это Владимир Столовьев описывает. И, наконец, там и там найдутся люди, которые скажут, признай, что Христос, Спаситель, приходил на землю. Не могу признать. И через то, может, откроются его рога. Все, во всех течениях найдутся люди, которые его отвергнут. Вот он стучит. Это 3.20. Откровение Иоанна Богослова. Все стоим у двери и стучат. А что стучит? А где скобка? У двери скобки-то нет. А где нарисовано? Это сердце человеческое, которое изнутри открывается. Да, это специально, но знайте. Он, роса на кудрях его. И он стоит и нежно стучит. Нежно стучит, кротко стучит, песнопение есть такое. Кто услышит, кто отворит. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Это каждый раз, когда мы там разгневались, там разнервничались, сердце захлапывается для любви. Вы заметили, когда люди гневаются, каждый повышает голос. Тот громче кричит, а тот еще громче кричит. Почему? А они рядом стоят, но не кричат, потому что они разделились между ними и стена. А когда люди любят друг друга нежно, они разговаривают шепотом. А когда бывает там парень, девушка, они вообще не разговаривают. И так все понятно. Я тебя люблю. Я вижу отражение своего в твоих глазах. То есть мы настолько рядом, что даже шепот и то это уже разделяет нас. Как все просто и понятно. Ну а так сказать, допустим, вы сейчас разговаривали нормально. Тот оскорбил, тот повысил голос, а тот закричал. А что кричите? Это когда рядом стоите-то. Это означает, вы внутренно так далеко, что нужно докричаться до него. И когда человек это понимает, ну тогда действительно так, криком делу не поможешь. Вот у нас бывает так, кто-то зашумел и никакой возможности нет. У меня один ответ. Тема закрыта, встали на молитву. Встали на молитву, с молитвы встали, все по-другому, все решили. Как будто никогда и не было. У меня бывает, Надежда Васильевна, жена, ну что-то там начнет. Ну раньше было, на работу идти надо. А она там свое, что-то там, ну по хозяйству там мелочное где-то. Мне это не идет. Я сразу встал на молитву, в Богородицу пропел, сто поклонов. Гляжу, стоит рядом, молится. Я за стол сел, она маленькая погоня, и опять что-то ей надо. Я положил ложку, опять в угол встал, опять молился. Три раза уже на работу. Я ухожу, не поел. Я и переживаю, и море. И больше, больше не слышал. Молитва разрешает все. На молитве преграды, камни, Господь их разбрасывает, убирает. И во свете другом я уже вижу то, о чем молился. Вот сейчас мы были, я говорю, говорили, завтра у нас встреча с митрополитом, то другое. Все будет по-другому. И вот встали утром и поехали. Едем, торопимся, там дождь, там дорогу ремонтируем. И так это было трудно, там мы даже опоздали. Пришли, там полная комната людей нас ждет. Просто полная. Все приготовлено для съемок, священник сидит. А священник был против собирать людей. Когда мы проезжали, я им устал говорить в Тайшете. Я говорю, собери. Ну как их соберешь, это люди? Я говорю, вот так, тебя приближено, это и есть. Ты объяви им. А они объявят другим. Кто хочет быть на беседе, дайте свои телефоны. И как ты им бряхнешь. А эти трое-то сразу всех оповестят. Ну и получилось, так приехали люди, все сидят. Мы его беседовали у каждого вопроса своей. И как будто мы давно знакомые были. Как Слово Божие объединяет людей. И ничего нету. Иного как только желания познать волю Божию. Ты с нами Господь. И мы с тобою. Доведи до желаемой пристани, до царствия твоего. И будет у тебя с Александром Ивановичем желанная встреча. Александр Иванович, это герой веры. Я помню, как-то разговор был у него. Сидели. Ты же не обидчивая? Нет, она не обидчивая. Не обидчивая. И сидим за столом. А я говорю. Вот Светланд Иванович, вот теперь тебя опыт уже. Детей столько нарожал. Назад вернул. Теперь ты женился бы на ней? Нет, не женился. А я говорю, а ты? А я бы вышла за него замуж. Она бы, она говорит, а я бы за него вышла замуж. Ты помнишь такой разговор? Нет? Ну, сходится, так? Так, так. Даже она все забыла, она это из ее характера. Нам, конечно, молодым, я не женатый, было весело, смотрели. А его можно было понять. Из-за того, что она плохая, то другое. Он видел, она любящая и много потворствует детям. Ну, поблажки, как говорится, дает. А он сильно от этого переживал. И у меня на магнитофоне все это записано. А проверять никак нельзя. Я включил, Александр Иванович, голос слышится. У нас было это где? Еще есть. Мне две смерти пришлись. Это так звучало. Ты говоришь там, твой голос сохранился. Ну, Игнатий Тихонович, я хочу вас перебить. Невозможно детей воспитать так, как ты хочешь. Невозможно. Они вот такие, как вот мама и папа. Ну, деда могут еще пойти с бабкой. Вот я честно вам говорю. Вот ты им вталкивай, вталкивай. Они вот вырастут такие, какие вот мама и папа или бабушка, дедушка. Невозможно их воспитать. Ты делаешь так, вот что, вы плохо их воспитывали? А все-то одного разные. Десять штук и все разные. Знаете, у нас на форуме стоит, они такой, как клип называют, или даже как фильм, Яша плащет. Одна приехала с ребенком, два с половиной года. И он у матери все, что хочет, достанет слезами. А я ему тогда, он ревет, я взял кружку, он до сих пор на плащ, чтобы я взял голос. Это все заснято, это фильм где-то. И он ревет по-настоящему, голос такой, как труба. Потом я убираю, говорю, ладно, без кружки плащ. И он так смажется и плащет. А он просил у мамы ручку, мама не дала, и он теперь маму на колени поставит. А дома бабка. А бабка, ой, да отдай ты ему, пусть не плащет. А я тогда говорю, как только ребенок рождается, бабку уничтожать. надо, то есть убирать их. Они портят детей, это невозможно. Я не призываю, говорю, к этому, смысл такой. Они просто детей балуют, внуков. И, наконец, я им показываю, какой Яша, какой он послушный. Из-за чего? Потому что я, не в овощи, у меня рядом растет крапива. Крапива, хорошая крапива. И вот утром, каждое утро, когда дети садятся обедать, а я на кусочек тру морковку и даю ей дежурному, говорю, отнеси Яше. Он ел всегда. Ему подают, мама передала, а он не ест. А мама мне сидит рядом и говорит напротив, а Яша не ест. А перед ним хлеб лежит, он не ест. Я тогда вот так поднимаюсь со скамейки. Он их дал, меня проглотил сразу. Я даже не подошел, уже проглотил. Пацан до того толковый, но они его избаловали невозможно. И это все на пленке. И его там в ютубе разнесли по всему эфиру. Но вырастет большой, будет хороший. А Бог его знает, конечно, но учить надо. Не будет плакать. Соломон говорит, не жалей розги и не возмущайся криком. Родилась дочь, а отец, потеряй сон. И не дай Бог, она осквернится при отце в своем доме. Она достойна смерти. Дочь это тайная, постоянная забота отца. Не показывая веселого лица сираха. Это все в Библии. Ты сам знаешь, как у евреев было, как у мусульман сейчас. Если она осквернилась, стала не девушкой в доме отца, ее немедленно нужно уничтожить. Ты понимаешь или нет, что ты сделал? Фактически своим попустительством, снисходительностью, ты погубил эту душу. А то у нас тут вертеп разбойников и блудодельная страна, Содом и Гаморра. Но в других-то странах не так живут. Я сегодня ребятам рассказываю. Приехали наши журналисты в Египет. Ну он идет и говорит с той журналисткой египетской. Ну идет, ее вот так под локоть взял, ну и разговаривает. А она говорит, это нельзя делать. Он говорит, а почему? Я же не женат. Она говорит, я знаю. Но вот все полицейские, они сейчас заметят, они подойдут и скажут, это ваша жена? Нет. Паспорт покажите. Если есть венчание православное, там ничего, это нет, сразу арестовали в бою в тюрьму. Там по 40 раз палкой и вон из стороны. Вот и все. Ты сначала как-то в сторону ехать, в Саудовскую Аравию, познай законы тебе. Узнай. Иначе тебе дорого это отобойдется. Не хотела бы это жить. А у нас никакой нужды. Палкой 40 раз, ничего себе. Да я бы хотел. Не хотела бы 40 раз, чтобы у меня было. Никакого этого нету. Разврат это. Все боятся. Ну в том смысле, что нет. Надо, чтобы разврат не из-под палки. А чтобы люди осознавали, что разврат это грех, все. А чтобы 40 раз тебя еще побили, это вообще. Какой возраст? Бабушка. 89 лет. Я вас как-то называю Нюра. Не обижаюсь. Я всегда была тетя Нюра. Ну а, нет, у нас бы соседка Нюра была. Нравилось. Я очень прошу. Вы мне слово дали, что книги у вас никто не испортит. А кто не испортит никто? Им книгам цены нету. Нету. И никому не отдавать. Это вам и детям вашим принадлежит. Кто-то коснется. И вот здесь вы найдете ответы на такие вопросы, которые давно вас жгут. Вы даже сами не знаете. А уже Новый Завет, это полное толкование всего Нового Завета. Вот мне такое надо, а то я не понимала. Это если Петя вникнет, он будет смотреть и читать. Потому что это Слово Божие, живое Евангелие, послание и откровение. Все толкование до последней строчки. Как святые отцы понимают. Никак там я, там Таня Маня, как святые отцы. Это блаженный фефилак. Он очень популярный у старообрядцев. И 900 лет назад он это сказал. Это все здесь запечатлено. Ну и иллюстрации того стоит, чтобы посмотреть. 240 иллюстраций. Интересно. Мы очень хотели это сделать. Я два года искал, как это сделать, иллюстрации покрасить. И наконец все сделали. Потому что Псалтырь говорит, что все, что не начнет, успеет. Это побивает Стефана Первомученика, седьмая глава. А это восьмой том. Это Бавиловская башня. Вот они ее строили. Эти картины раскрашены там. Это Гестава Дорет. Это лучший иллюстратор. У него, видите, как перспектива, как она смотрится. Открытым оком. Кверху строчка. Кавычки показывают, что нельзя считать оком. Потому что оком и кавычки. Открытым оком и кавычки. Вот это, они как будто бы седьмой, восьмой том похожи. На самом деле нет. Здесь по белому, а здесь по золотому белое. Это мягкий переплет. Вот это на льняной основе специально такая бумага делается. Не было средств. А с 13-го тому уже в твердом переплете. 30 томов открытым оком. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Мы сейчас будем махать делать. Ага, понятно. Которых я знал, любили пирожки пожарить. Из 10-ти 9 умерли от рака кишечника. Об этом писали и говорили. Его нынче готовят растительное масло так, какие-то там фазгены там, ну проще. Ну вообще его есть нельзя масло. Как они сейчас готовят его. Как вообще что? Ну как готовят, вообще его есть нельзя. Ну понимаете, я говорю то, что я знаю и на окносе своей жизни. Но мне 73 года, если от этого не было. Я еще не готовить таблетки не съел. А я где мотаюсь и что, я претерпел. Это вас никто не видел. А у Пети все болит у нашего. Может быть тебе виновата. Желудок болит. Так болит. Сердце болит. Там что еще, ноги болят. А ладно, а рост какой у тебя? Ну метр шестьдесят. Метр шестьдесят. А вес? А вес, вес на 80 с лишним килограмм. 80 с лишним килограмм. Значит, минимум 30 килограмм скинь себе. Ой, я буду тогда худать. Минем себе. А тогда у тебя сейчас диабеты, гастриты и все это будет. Да, ну, ну, ну. Запомни, толстая щелева не рождает тонкие мысли. Походу будет мало. А почему человек толстый? Я тебе скажу, четыре причины. Давай, папащика. Первое. Самое натуральное обжорство. Лишние калории. Да, да, да. Любит там пышечки, мышечки там все это. Так, второе. Какая она не трудолюбивая, пчелка, но лишний раз не пропотеет. А с этим не согласны многие. Но это так и есть. Не пропотеет. Самая натуральная леность. Леность. Ты должна в три раза больше делать, что ты делаешь. Третье качество, которое стоит за ней. Почему человек толстый? Это сонливость. Днем маленько прилечь где-то. Вроде усталость какая-нибудь, да богатая. Да, 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 да. Меня, лежащего на постели днем, жена за 46 лет не видела ни разу. Никогда не позволю. Даже падать буду, уцеплюсь, но не лягу. Почему? Это моя жизнь. Один раз уступил, плод тебя давит. И почему апостол Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Это враг наш. Мы должны сделать это другом. Ага, ну, ну, ну. Как рабом. И четвертое качество, почему человек толстый, беспечность. Беспечность, вообще беспечность, ага. Ну, еще все согласилось, так? Давай, значит, Настя, начинай трудиться, все это прижми. Тут, может быть, сухарик, все это замени в разной любви. Да, 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 да. Да, и это у тебя уйдет. Ты забыла, какая ты должна быть. Разве это такая была? Да только у Пети не поднял бы на руки. А он не поднимает, он надорвется, сразу грыжа получится. Так, я хочу... Еще более себя заработать. Так, я тебе больше раз. Так, что-то ты называешь еще? Нет, 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 а что я... Сколько тебе лет? 42. 42. 42. Значит, ну, можешь слушать меня в этом, а сама принять или не принять. Значит, ты когда в церковь идешь, собираешься, как ты подготавливаешься к этому, чтобы пойти в церковь? Ну, как, одеваешься в церковь? Одеваешься, все. И на этом закончилось. А ты поставь себе правило такое. Господи, я иду в храм твой, и оттуда должна прийти другая. Если ты в храм Божий идешь, ничему не научил, а злацаузберт напрасно дворы топтал. Вас не учат, а ты научись. Тому пришла, и священник не учат. Сколько служба-то идет? Ну, это вечером 5 часов, а утром 3 с половиной. Ну, сколько ты за 5 часов стоишь, сколько ты натурально молишься, с Богом соединяешься? Сколько? Ой, мало. Ну, сколько? Ну, мало, я не считаю. Ну, ты вчера сказала лишь минут 15. Да, да. А остальное о чем думаешь? А о чем попало? О. О чем попало? О чем попало? И когда ты идешь в храм, приготовься. Господи, мысли направь все туда. А почему раньше не уходишь? Ты сама знаешь, почему. А пока раньше уходите, нельзя раньше уходить. Ну, вроде как-то привязаны к этому, люди еще подумают все. И ничего нельзя сделать. Поэтому Библия должна у тебя на столе быть все время. Открыла, Господи, я пошла в храм. Глядя на образа Божии. Помоги мне подражать тем, которые здесь изображены. То есть начинай то, что не понимаешь, там, церковно, на русском языке, к себе применять. Ты выйди оттуда обновленная. Храм это больница, лечебница. Или пояс, согласна, что это происходит. Согласна. И каждый раз так делай. И дочь свою этому учи. У тебя две дочери. Две, да. Послушаем. Послушаем. И внуки. А внучка, не знаю, балл она, наверное, будет. Я тебе вчера сказал, что как только рождается внучек, баба как будто надо ликвидировать. Они самые главные вредники. А мы ее увидим только в воскресенье. А у бабок главный лозунг. Спи дольше, ешь больше. Все. Нет, я ее воспитываю. Не можешь ее воспитывать. Она орет, я ее не трогаю. Твоя комплекция, вид, говорит о том, что ты не можешь на ее повлиять реально. Ты сначала себя сдвинь. Ужли. Должна быть тонкая, звонкая и прозрачная. Да, да, да. У меня бабушка была не тонкая, звонкая. Мама не тонкая, не звонкая. А я тем более тонкая, не звонкая. Так, еще, смотри, ты говоришь сюда. Сама к себе возьми. Вот здесь вот, вот. Чтобы вот так у тебя воротил человек, был грудь свой. Это самое ценное у женщины. И это по стихиям мира. Что толку, что мы... На кого-то осмотрел, как мусульманки одеты. А, закрыто все полностью. Все закрыто полностью. И дочери скажи так. Это целомудрие. И это никому не надо. Муж тебя видит и другое. А другим это не надо. Это твое сокровище. Значит, вот здесь вот такое пришель, любую заплатку. А ладно, пришли. Все, поняла? Понятно. Умни со мной. Понятно, понятно. Давай. Так, все надо сварилось, а масло потом, да? Потом, в столе. Сколько надо? Без труб, маленькая, да, прям. Когда снимешь плиты. Возвели вчера, что мне рассказывала про Матрону. Как тебе было? Мощи были? Ну, мощи. И кто тебе еще говорил на это? У нас здесь такая толпа была. День и ночь в церковь шли, шли. Сабаканы, Снакасии. И это всюду. Это все в православной церкви? Да, да, да. И что вы, кто видел? Ну, мы уже поехали с мамой, да, к Матроне-то. Потом очередь большая, я говорю, мы тут не выстоим. Приехали назад. Ну, я говорю, пойду у Леонтия спрошу, а то не дай бог нас... А Леонтия это кто? Батюшка наша. Ваш. А фамилия его есть, знаете? Фамилия Скачков. Скачков. Старобряшечки в Минусинске? Да, да, в Минусинске. Он подчиняется Силуяну, айпископу? Да, да, да. Как, Силан Килин или Силин? Ой, я не знаю фамилии их и никого. Ладно. Как фамилия Силуян, как фамилия? Килин или Силин? Килин. Килин. Так, ну и что дальше? Ну и что, и вот он сказал, что у нас святые только вот... Невский Александр, Николай Чудотворец, и то они, говорит, наши мощи забрали себе там. Типа, не показывают тебе даем. К это не надо ходить и поклоняться. А это сделали они рекламу, сделали наживу, сделали, чтобы денег побольше содрать. И какое-то явление было, что ты говоришь? Да, явление было. Это даже по телевизору показывали, вот солнце, и вот круг солнца, вот такой шириной, вот так, вот ровный круг, темный. Ну людям это не сделать было. Нет. Чтобы это, ну взялись там ни коня, ни сделали этот круг вокруг солнца. Нет, нет, нет. Ну значит тут только так, или Анблога, или Бесовское обольщение. Тут два варианта только остаются. Не знаю, не то не знаю. Она может делать все это дело. Ну и вот, и хотел услышать теперь об Александре Ивановиче. Что ты говорила, как готовилась ремонтировать? Ремонт делали мы на кухне. Помнишь, ремонт делали на кухне? А он болел. Он говорит, мне умирать пора. Я говорю, ну рано умирать, надо все сделать, порядок навести. Чтобы родственники приедут, скажут, что тут все грязно так. Ну и вот он... А он согласился? Он согласился. И на неделю или две прошло, уже не помню, сколько прошло времени-то. Все коврики вычистила на снегу. Это время, февраль же был, да? Это холодно было уже. И это... Он сидит на кровати и говорит, ну что ты, убрала все, прибралась. Я говорю, да, все. Он говорит, ну умирать можно? Я говорю, можно. И вот он в эту ночь умер. По приказу делается. Это только у святых так делают. Я рассказывал вам Марка Пещерника, как один могилу, он не успел ему выкопать. Пришел и говорит, братья гневаются, что я не выкопал могилу. Он не успел просто никак. Ты уж подожди пока. Он и лежал, хлопал глазами, там сколько дней, пока не выкопали могилу. Выкопал. Говорит, брат, пора. Он говорит, хорошо, закрыл глаза и отошел. Видите, это житие перекликается с перекладом, называется экстраполяция во время на сегодняшний день. Это много, что в нашей жизни бывает. Это нужно зафиксировать и передать следующему поколению, что Бог жив. Бог являет себя, чтобы мы веры верили. Я бы сказал, что вот Нюри, она для меня Нюра, как с каждой Аней. Я остаюсь с вами в молитвах и в книгах. Вы остаетесь с нами в молитвах, а нас, если будете молиться, и о том, что вот так открыто записали. Для меня это откровение, что среди старообрядцев, вот нищеванливые, с таким приветом. Даже я сказал, а тебя там священники не будут гнобить-то. Говорит, а она свободно так-то прошла мимо, как будто нет ничего. Я говорю, так мы тут где-нибудь уж там у порога сядем, чтобы в комнату не заходить. Ваши иконы-то не запоганить-то. Если вы нас считаете неверными, мы соглашаемся с этим, да, мы грешные. Она нет-нет проходить, вот готовит им. А я о ней забочусь, а она ей много внимания. А может наоборот, вы приехали, может что-то у нас, какое-то чудо произойдет. Ну вот это чудо произошло, что мы встретились, это главное чудо. Ты не поедешь сюда? Что мы о Христе говорим, чтобы Христос вошел в этот дом, изгнал все, что не нужно здесь. Чтобы мы были водимы Духом Божиим. Чтобы Бог нас не только водой, но Духом Святым крестил. Погрузиться в благодать Духа Святого. И тогда у нас все другое будет. Весь дом будет открыт для всякого, желающего приблизиться к Богу. Мы сейчас вот здесь съездим на кладбище, Женя поедет. И Женя с вами. И мы поедем, поищем там, где она. Все, примерно она себе покажет. Я с вами поеду. Я сейчас позвонила на работу, сказала, она часто задерживается. Все, отлично, садимся. Все. Доброе утро. Я вышла замуж за то, что он из большой семьи, что он из верующей семьи. Что он, думаю, не будет ни пить, ни курить. Что он детей будет любить. То есть на таких, которые не нравятся, ты уже насмотрелась? И это вообще не на коммуниципе. Нет, ну увидела, что такое питье, к чему ты говоришь. Да, да, да. То есть твоя жизнь уже насмотрелась на несчастных таких людей. И себе этого счастья не хотела, в кавычках. Нет, ну вот мои бабушки, дедушка, и вот у моей мамы, отец. Вот они намного, как бы, счастливы. У них вот таких вот не было. Пусти, там их не было. У меня еще фамилия-то какая? Назаренко. Так как вы в Молдаве-то зачем Назаренко оказались-то? Ну это отца фамилия? Ну да, но вы же не молдаване? У меня дедушка молдаван. А пишешься ты какая, русская? А пишу русская обязательно. Дедушка молдаван, мать украинка, а ты пишешься русская. Да. Отец говорит, мать украинка, а мы пишем землю векамского. Тут есть много хорошего, но это все нужно ввести в русло христианства, в русло любви. Надо просто общаться больше. Да. Не просто там вот пробовать, прочитать в церкви. Батюшка скажет три слова. Так, слушали, пробовать? Ну да. А как ты думаешь, если бы... Вот сюда. Левый, да? А вот если бы, ну, оказалось так, что вы жили с тобой в одной деревне, потеряем периодом, между нами сохранилась бы эта дружба? Конечно. Ты не сомневаешься? Нет, нисколечко. Нисколечко. А Петя бы сказал, запрещаясь Игнатьевым встречаться. Ой, ну подумаешь, а. С кем хотим, тем дружим. Так, дай я провожу. Так, на автобус идешь? На автобус, да. Так, подожди, выйди, Петя, минутку. Подожди, открой сейчас. Подожди, сиди там, я выйду сейчас. Ну что, автобус, ну, на 6 минут 10. Вылезла, все. Вылезла, я быстро. Так, спаси Христос. Автобус сейчас через минут 10. Это собачка хорошая. Только руку не сомневайся. Так, мы познакомились, и это было промостительно от Бога, ответ на молитвы. Я много об этом молился, и Бог мне это открыл. Понимаешь, я никак не ожидал, что вот именно в старообряществе я встречусь, и вот такой открытый будет близкий наш разговор. И это, ну, не на одну минуту, потому что это наша встреча, это дала досрочная программа. Я ведь корыстный человек, и поэтому корыствие бывает и духовное. Я надеюсь, что книги не будут вас... Ни в коем случае, ни в коем случае, будем читать. Читать. Я надеюсь даже то, что у тебя есть какие-то друзья, там будете квадратовцы вместе, считать с кем. Да такой духовный труд будет. И я неизримо буду с вами. Если что-то нужно, будут позвонить, написать, пишут. А кроме того, если в интернет зайдете, там 4124 ответа на вопросы. Там найдешь все. Это тяжелое дело в интернет зайти. Ну, зайдем. Ну, зайдем. Потому что могут провести там и все это. Если Господь позволил нам, как говорится, уже состыковать, то мы можем вполне надеяться на то, что Бог благословит, чтобы это было небесплодно. Такую даль мы ехали, и мы все неопределенное. Мы просто вставали и молились. А что мы именно с Симской делаем? Ребята, это вас не знают. Бог усмотрит, но мне хочется побывать на могиле моего друга. Ведь возраст, 21 год разница, она нас это не разделяла. Мы были большими здесь. И когда меня отручали, в 45-м, в 20-м, в 20-м. В 45-м, в 30-м, 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 в 30-м. В 30-м, 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 в 30-м. Он не смотрел, потому что мы с собой запретили знать, что мы даже не попали отручать. Андрей Долгов был, а то он. Аня Грузья были, и мы трое. Иди, а то опоздаешь уже. Нет, нет, я смотрю, вот тут автобус должен быть. С угла выйти. Спасибо, Христос. Сохрани в себе это, мало ли, что в семье бывает там. Не расточись. Если Петя что-то будет говорить, скажи, я прошу прощения. Просто прошу прощения. Чтобы не покусился на книге во гневе, как скамеечку не изломал. Это как его Миша рассказывал про Сережу там. Вот он, мама что-то натворит, что-нибудь это там, ну его мама, ну что-нибудь ослушается или что-нибудь. Вот он дуется на нее, дуется, дуется. Сережа? Сережа. У него книг тоже целая куча. Потом, значит, она приходит, сама первая. Сережа, прости ради Христа. Он, садись им. За что ты просишь у меня прощения? Книги все откроют. Как жена должна сесть? Я говорю, я, конечно, согласна, что жена должна себя довести. Но пусть уже не знала, пусть она довести. А потом как и жена? Ну, конечно, главное. То, что если Петя у тебя не духовный руководитель, он не этим, он привлек. За мной жена пошла, потому что она увидела как свидетельство. Она это не скрывает. И она хотела, она думала об этом. Я там, вон, там несколько невест было, а я один. Первые пары на деревне, а в деревне дом один. И вот это сохранилось на всю жизнь. Она так и считает, что я ее подтягиваю, тяну, и характер нескладный. Но я говорю, тебе одной не спастись. И она понимает это отлично. Конечно, муж должен быть строгим, но снисходительным. Жена больше любит строгого мужа. Это говорит Исидор Пелосиут. И это надо просто помнить, понимать, почему. Ну, как попала дверь не закрыта, любой заходит. Строгого мужа, но не злого мужа. Не злого. Это абсолютно разное понятие. Строгий какой. Допустим, она, в котором не хочет рано вставать. А у меня никогда под вопросом не было. Мы стоим 4,40. Если совместной молитвы дома нету, церкви домашней нету. И поэтому там сатана правит вла. Все делает. Объединяет утренняя молитва. Ну, и своими словами, чтобы лапсалтырь, чтобы обязательно по-русски читали. Обязательно? Я не понимаю славянский вообще. По-русски. По-русски ты поймешь многое. Тем более, в Евангелии далее. Возьми себе сумочку с тобой маленьким. Заверни в столофанчик. Даже случайство тебя собьет что-то или вору тащит. И он откроет и через это может обратиться. Ясно. То есть у тебя должен быть документ от Иисуса Христа. И любой скажет, да, это была верующая. Верующая Иисуса Христа. Ты в каждом деле, вот на работе, встречах. Ой, ой, ой. Я сумочка, ты где? У меня сумочка здесь. Я сейчас не подарил. Я сейчас не подарил. Ты меня проси. Потрудись, дай-ка тебе там. Вот это, положу сумочку. Давай. Открывай сумочку. Здесь будет разговор о том, что в вашей библиотеке, посчитай. Вот. И ты с кем познакомился сразу. И тут наш сайт. И ты будешь трудиться в этом деле, привлекая людей. Да ладно. Ну хватит, хватит мне. Я думаю давать буду. Мне мало кого знаком. На работе всем отпорят. А, там пять человек с их коллегой. Пять человек коллегой. Мы все делаем с избытком счастья. Все убого так. Вот нужно два тополя произрасти, а их кушиных два миллиона. Щука, когда у него сделает, поделает, как у него так. Так что мы должны сеять обильно, и что-то произрастет. Я всегда говорю, если мы сеем, то неопределенно взойдет где-то 50%. А если мы не садили, не сели, явно, чтобы привыкся отраканчиваем. Поэтому ты больше занимайся зизрой, и смотри, что она из дома ушла. Если у нее что-то где-то не лапит, ты ее настроен на то, что муж лаванит. Вот ты и знаешь, как сама делаешь, молча. И на молитву. Молитва – это соединение с Богом. Когда мы молимся, мы высказываем, что нужно сказать Богу. А когда считаем Библию, это Бог нам говорит. Это Его голос достигает в нашем сердце. Так не помню. Я не знаю, что это. Сейчас спрошу. Бога, все. Светание. Давай. Поехали.